МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфир национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. Как карточный дом в столе Зачувашии по улице Гражданской обрушился угол здания. В хоккей играют настоящие мужчины. Хоккейный клуб Чебоксара записал в свой актив очередную победу. Айти не обойти. Современные гаджеты как средство передвижения слепых и слабовидящих людей. Этот рабочий день чуть не стал последним для работников Чебоксарского швейного цеха. В 10 часов утра угол дома по улице Гражданской сложился как карточный домик. Трагедии чудом удалось избежать. Все произошло в считанные минуты, делится работница цеха. Едва услышав треск, Любовь и ее коллеги двинулись к аварийному выходу. Мы выбежали и все. И стена как раз рухнула. Очень быстро произошло. Даже непонятно, честно сказать. Как считаете, причина в чем может быть? Ветхое и старое здание. Ну там трещины-то были уже. По сообщению Управления Росреестра Республики, обрушившийся дом 1958 года постройки является нежилым. С 2014 года и земельный участок, и здание принадлежит общероссийскому обществу инвалидов. В здании располагались офисы различных организаций. Основной удар взяли на себя помещение швейного цеха. Сразу после обвала на место происшествия выехали спецслужбы. По предварительным данным, осмотром пострадавших и погибших не обнаружено. В данное время проводятся все необходимые аварийно-спасательные и восстановительные работы. Будет принято решение о дальнейшей эксплуатации данного сооружения. Установлен собственник. Предварительная причина – нарушение строительных работ при ремонте данного здания. По одной из версий, обрушение может быть связано с укреплением фундамента, который производил собственник этого здания. Дальнейшая информация появится, как только все обстоятельства происшествия будут прояснены. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Каково быть молодым предпринимателям в Чувашии об этом? Сегодня говорили в Доме правительства. Глава Чувашии встретился с победителями и участниками регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2016». Диалог власти и бизнеса слушала наша съемочная группа. Это будущее нашего региона и локомотив в экономике. Так представил собравшихся молодых людей главе Чувашии министр образования республики. Большинство из них имеют свое дело, годовой оборот которого измеряется сотнями миллионов рублей. Области самые разные – продажи косметики, кулинария, праздничная индустрия, деревообработка и изготовление мебели. Работаем мы с древесиной абсолютно разной. Несколько видов обработки – это как и сосна, береза, дуб. Делаем разные эффекты нанесения. У нас полноценное производство, начиная от заготовки древесины до отгрузки полноценной. Последние два года мы активно стали работать уже по России. То есть у нас есть много успешных кейсов, даже в удаленных точках, таких как Салихард. И все-таки, по мнению экспертов, для малого и среднего бизнеса в России сейчас не лучшие времена. По статистическим данным, на середину 2016 года сроки окупаемости своего дела выросли, а доходность упала. Достигнуть показателей докризисного 2013 года большинство предпринимателей планируют к середине 2017, а то и 2018 года. Исходя из вышесказанного, логично ожидать от молодого бизнес-сообщества жалоб, например, на налоговую нагрузку и избыток внеплановых проверок контролирующих ведомств. Однако выяснилось, что чувашским предпринимателям не хватает наставничества. Опыт представителей успешного и уже сложившегося бизнеса и умелых управленцев был бы кстати. Такой вопрос, некое предложение. Больше проводить каких-то круглых столов, именно без галстука, и больше делиться опытом. Нам бы, молодым предпринимателям, было бы безумно интересно, как-то пообщаться с вами более открыто с точки зрения того, как вы ведете свою деятельность, как вы управляете республикой. С этим республика помочь точно сможет, отметил Михаил Игнатьев. Руководитель торгово-промышленной палаты выступил с ответным предложением. У собравшихся уже приличный опыт в предпринимательстве. Он может быть полезен тем, кто только собирается попробовать себя в своем деле, например, старшеклассникам. Ну а основной повод сегодняшней встречи – награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель-2016». Пять человек будут представлять республику на конкурсе в Москве. В 2017 году День республики пройдет в Парецком районе. Сегодня глава Чувашии подписал указ о проведении праздника в этом муниципалитете. На подготовку и проведение мероприятий в рамках празднования Дня республики в республиканском бюджете предусмотрено 10 миллионов рублей. Ну а сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Раньше этот праздник назывался День милиции. В Театре оперы и балета чувашских полицейских поздравил глава республики Михаил Игнатьев. С подробностями Родион Архипов. Благодаря слаженной и эффективной работе сотрудников полиции в республике растет доля раскрываемых преступлений. Профилактика также помогает снизить их количество. В Чувашии налажено комплексное и эффективное взаимодействие органов власти и правоохранительных структур. Вы добиваетесь своих результатов. От этого уверенность у людей, люди хотят стабильности и у вас, одним словом, все получается. Жители Чувашской республики чувствуют себя защищенными. Растет доверие населения к правоохранительной деятельности, к органам правопорядка. За более чем 40 лет работы в органах внутренних дел, включая работу ветеранской организации, генерал-майор милиции в отставке Михаил Киселев видел и участвовал во всех преобразованиях системы. И результатом он доволен. Радует, что они работают в прекрасных условиях. Значит, у них есть возможность техническая. Им намного легче сегодня выехать на место происшествия и, значит, делать все первоначальные лекции провести. Даже результаты экспертизы получают на ранее, более ранние сроки. И, конечно же, решение принимать намного легче. В этом году в республике учредили почетное звание «Заслуженный работник органов внутренних дел Чуваши». Лучшие сотрудники службы получили очередные звания, медали, дипломы и благодарственные письма. Родион Архипов, Сергей Адушкин. Республика. Несмотря на праздник, сегодня ночью полицейские Чуваши будут работать. В Чебоксарах пройдет рейд «Нетрезвый водитель». ГИБДД Чуваши просят о фактах управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сообщать дежурную часть города Чебоксара по телефону 24 07 70. GPS-технологии помогают преодолевать преграды. Все больше жителей республики, которые испытывают проблемы со зрением, применяют в своей жизни инновационные программы. Мой коллега Дмитрий Ковалев узнавал, какие ноу-хау разработаны для передвижения незрячих людей и способны ли они заменить белую трость. На помощь незрячим приходят современные гаджеты. Эта специальная программа работает на операционной системе Android. Управлять мобильным приложением возможно касанием пальцев и голосом. Здесь, значит, отображается карта, где мы находимся. В начале работы я всегда смотрю, сколько спутников спортивный центр дворец «Самба». Ну вот давайте мы его активируем и привязываемся к нему. Установить как пункт назначения. Активируем данный момент. С точностью до метра программа рассчитывает расстояние до объекта и время в пути. Педагог Николай Парахин пользуется этим приложением не первый год. Он преподает уроки информатики в столичной библиотеке для слепых и слабовидящих. Каждый день ему приходится добираться в Чебоксары из Канаша. Говорит, что мобильный навигатор стал верным помощником в дороге. В 2014 году, в апреле месяце, я съездил на обучение. Это город Москва, КСРК ВОЗ, где три недели нас обучали пользоваться этой навигационной программой. То есть нам сперва объясняли теорию, как все работает, как надо реагировать на различные инструкции, которые выдает программа. Недавно мобильная программа была модифицирована. Незрячие люди буквально в пять кликов могут отметить на карте и координат из своего местонахождения. Чтобы дойти до какого-нибудь адреса, я задаю здесь, захожу в главное меню, поиск, пишу адрес, куда мне нужно дойти. И вот когда выхожу с троллейбуса, сразу включаю ОЗМОТ и иду по этому адресу. И ОЗМОТ меня приводит прямо до этого дома. На вооружение незрячим приходят и другие инновации. Специально для незрячих программа Дотвакер. Но она не очень, скажем так, такая функциональная. Там функциональность урезана. Она удобна как? Например, в ней устанавливаем, озвучивают только остановки. И когда человек едет в транспорте, он может вставить себе в ухо наушник, и она будет просто ему озвучивать на остановке. Подобные технологии облегчают жизнь людям с ограниченным здоровьем. Правда, как говорят герои нашего сюжета, к этому тоже надо привыкнуть. Так что собаку-проводника и привычную белую трость отменять пока рано. Без белой трости нам никак не обойтись. Поскольку мы идем, мы же можем споткнуться через бордюр, мы можем не заметить яму. Или же еще наткнуться на машину. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Мы должны быть вместе. По таким девизам в Москве прошел первый форум народов России и Евразии. Он собрал представителей общественных организаций России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Белоруссии, Армении. В работе форума приняла участие делегация Чуваши. На форуме обсуждали вопросы национальной идентичности, уважительного отношения к людям разных этносов, перспективы развития международного гуманитарного сотрудничества. Мир нужен всем народам. Это особенно явственно видно в наши дни, когда межнациональные конфликты стали поводом для войны в разных уголках земли. Для гостей провели экскурсию по Центральному музею Великой Отечественной войны, чтобы они вспомнили, каким жертвам приводят противостояние. Мы являемся примером согласия мира. Мы любим все народы. Чувашская республика, самая гостеприимная республика, об этом говорит на форуме о Москве. Слух, не один человек. И мы должны сейчас, в этих сложных условиях, в условиях, когда возникают некоторые сложные трудности, народ в это время еще сильнее объединить, для того, чтобы были примером во всем, и социальной жизни, и экономической жизни, на основе укрепления нашего единства. Форум станет постоянно действующей площадкой для общения народов. Его цель – объединить людей разных национальностей. Запланировано проведение общеевразийского съезда, фестиваля конкурса национальных культур, мелодии единства, экспедиция на Северный полюс и много других акций. В Чебоксарах бывший руководитель республиканского ведомства обвиняется во взяточничестве. В результате его действия с двумя фирмами было заключено 70 госконтрактов на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей. По версии следствия, в августе и декабре прошлого года в Чебоксарах и Москве обвиняемый, занимая должность руководителя Государственной службы занятости населения Чувашской республики, четыре раза получал взятки от сотрудников двух коммерческих организаций, специализирующихся на поставках программного обеспечения в размере от 14 до 100 тысяч рублей, а всего на общую сумму 244 тысячи рублей. За оказание этим фирмам содействия в заключении государственных контрактов в ходе следствия проведено 5 обысков, в ходе которых изъяты интересующие следствия предметы и документы. По уголовному делу в качестве свидетелей допрошено более 20 человек. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащее обвиняемому два земельных участка общей площадью 2500 квадратных метров, расположенные в Батринском районе. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме ходатайствовало рассмотрение уголовного дела судом в особом порядке судебного разбирательства. Чебоксарские власти активно готовятся к новогодним праздникам. На площади республики начали устанавливать главную елку. Работы начались накануне. За сутки успели поднять основание металлического каркаса. 20-метровую конструкцию елки соберут из тысячи стальных труб, гаек, болтов. На металлический каркас установят еловые ветки, которые украсят гирляндами и шестьюдесятью светящимися звездами. В администрации города отмечают, и главная новогодняя елка по вечерам будет выглядеть особенно эффектно. Ее планируют установить до 1 декабря. Конструкцию собирают только местные специалисты. Хотя раньше им оказывали помощь иногородние компании, в этом году от их услуг решили отказаться. Имеем все оборудование, весь инвентарь для этого есть. У нас специалисты прошли обучение для работы на высоте, которые сейчас участвуют в процессе сборки. Все ознакомились с инструкцией по сборке, и согласно этой инструкции собирается уже елка. Хоккейный клуб Чебоксара записал в свой актив очередную победу. На этот раз столичные богатыри принимают на домашнем льду гостей Самары, команду ЦСКА ВВС. Первая встреча завершилась поражением летчиков. Хозяева открыли счет на четвертой минуте игрового времени. Вторая шайба матча влетела также в ворота гостей Самарской области. Первый период завершился со счетом 2-0 в пользу чебоксарцев. В следующие 20 минутки каждый из команд удалось увеличить результат на 2 очка. В раздевалке клубы ушли со счетом на табло 4-2 в пользу чебоксарской команды. В третьем периоде забитых шайб не было. Счет остался неизменным в пользу наших богатырей. Напомню, что в эти минуты проходит матч второго дня. А сейчас наша команда находится на второй позиции турнирной таблицы первенства высшей хоккейной лиги. Уступая лидеру хоккейной команде Ростов всего 1 очко. Победа в сегодняшнем матче позволит чебоксарцам возглавить список. 55 лет назад страшный пожар в сельской школе Мариинско-Посадского района унес жизни 106 детей и 4 учителей. Это событие вошло в историю как Эльборусовская трагедия. Накануне в селе Эльборусово прошел траурный митинг, а сегодня память погибших почтили и команды юных дружин. В Чебоксарах прошли республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту. В этой работе главное мерило время. Одна минута ровно столько дается пожарному, чтобы собраться на вызов, успеть вовремя, чтобы спасти чьи-то жизни. У этих девчонок и мальчишек более простые задачи. Они пока только учатся. Волоса препятствий, прокладка рукавов для тушения, возгорания и их присоединение к пожарному крану. С этими традиционными для пожарно-прикладного спорта заданиями справлялись 33 команды юных огнеборцев со всех районов республики. У меня не возникает никаких трудностей с мальчиками, соревноваться с мальчиками и с девочками. Для меня это легко. Я занимаюсь пожарно-прикладным спортом два месяца, участвую за команду «За огонек». Состязания проходили в два этапа, выявляли лучших в трех возрастных группах. Пожарный турнир проводится уже не первый год. Ребята, также девочки, которые у нас занимаются и даже в районах, они, значит, укрепляя свою общую физическую форму, значит, потом подготавливаются к тушению пожаров. Мы их обучаем в своих секциях и в наших секциях, и в районах, значит, пользуются огнетушителями, уметь работать с пожарными стволами, с рукавами. Они у нас подготавливаются к поступлению в ВУЗа системы МЧС. Сейчас цель каждого участника – быть быстрее, точнее и смелее остальных. И, может быть, в будущем эти навыки помогут ребятам получить главную награду – спасенную жизнь. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Эта осень не перестает удивлять. В начале недели на Чуваши обрушился ливень, сегодня небольшой снег сменился ледяным дождем, он продлится и завтра. Температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла. Днем временами дождь, местами слабый гололед, слабая метель, налипание мокрого снега, ледяной дождь и ухудшение видимости. Просим водителей быть внимательными на дорогах и не выезжать на личном автомобиле без особой необходимости. А я с вами на этом прощаюсь. Наши новости и программы смотрите на сайте НТРК21.ру. Увидимся в эфире Национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин